Вяжет, 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 распускает, вяжет, 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 распускает, вяжет, 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 распускает. Всем привет! Меня зовут Настя, если вы не в курсе, но вы, скорее всего, в курсе. И сегодня я буду сравнивать два пистолета для Тафтинга. Собственно, я их уже сравнила и уже сделала ковры и на том, и на другом. Я купила первый пистолет на Алиэкспрессе, а второй заказала из Америки на сайте Тафтинга. Разница огромная, несмотря на то, что многие писали, что все эти пистолеты сделаны в Китае. Я даже с этим спорить не буду и, скорее всего, оно так и есть, но разница очевидна. Было ощущение, что я пересела с механики на автомат, и я расскажу вам, в чем заключалась эта разница. Несмотря на то, что я совершенно недовольна китайским пистолетом, я все равно сделала на нем два ковра. Вы могли это видеть. Все предыдущие ковры, которым я снимала видео, были сделаны. Именно на вот этот китайский пистолет, который мне пришел полностью сломанный, он абсолютно не работал. Я ничего не могла с этим сделать, поэтому пришлось найти мастера, который мне помог, отремонтировал его. В принципе, можно было бы этим и довольствоваться, но мне хотелось комфортной работы, поэтому мне важно было и сравнить, и понять вообще, есть ли разница между американским пистолетом за 25 тысяч рублей и китайским за 10 тысяч рублей. Разница в цене не просто очевидна, она огромная, больше чем в два раза. И к тому же здесь у китайского была бесплатная доставка, 10 тысяч отдал, и он тебе пришел. Причем пришел прямо домой с Алиэкспресса, я не знаю, почему так. И вот этим пистолетом, который в принципе кажется абсолютно таким же, да, чуть-чуть у них разные кнопки здесь, и даже у обоих есть регулятор скорости внизу, у китайского тоже он был, но его потом отрубил мой мастер и сделал немножко другой регулятор, я его покажу чуть позже. Вот этот пистолет американский стоил 25 тысяч рублей, потом там была доставка, потом там было на таможенном, в общем, контроле, нужно было доплатить еще 2 тысячи, и вот на этом моменте, когда мне пришло сообщение от таможенников, типа доплатите 2 тысячи, ваш товар больше, чем 200 долларов, я подумала, может быть не платите, пускай отправляют обратно, и я буду делать ковер на китайском. Слава богу, я заплатила, скрипя душой, жаба меня душила, и я понимаю, что это огромные деньги, но я не пожалела просто нисколько. Давайте сначала рассмотрим разницу этих пистолетов, несмотря на то, что кажется, что они совершенно идентичные, я покажу вам вот этот китайский пистолет, где кнопка включения-выключения, я уже не буду говорить, что здесь ничего не работало, он вообще даже не включался и не выключался, не регулировал скорость, и несмотря на это, я ему благодарна, я сделала на нем 2 ковра прекрасных, здесь вот такая кнопка, от этой он работает, и вот здесь должен был быть регулятор скорости, который мой мастер перенес вот на такую штуку, подсоединенную к проводам, вот здесь она регулируется теперь. И упомяну, что все эти пистолеты приходят с китайской вилкой, в общем, вот с такой. То есть вам нужно найти переходник к этой розетке, но это совсем не проблема, то есть элементарно. Мой же мастер по пистолету заменил на обычную вилку, то есть он вообще переделал провод и присоединил его сюда. Я сейчас включу китайский пистолет, я попозже покажу вам, как они работают уже на полотне. И давайте мы с вами включим его. Вот, регулятор, он работает. Послушали? И теперь с большим удовольствием мы послушаем, как же звучит американский пистолет. Здесь выключатель немножко другой, вот так это выглядит, регулятор здесь внизу. Вы слышите, насколько он тише, и регулятор работает как нужно. Разница по звуку очевидна, и это важное преимущество. Если вы, в принципе, работаете одни, но даже вот в квартире это очень тяжело, потому что вам этот звук постоянно давит на уши. Я работаю на балконе, несмотря на то, что дома есть дети. Балкон, мне кажется, идеальное место, вообще это должна быть мастерская, потому что грязи от ковров очень много, очень много пыли, ниток, вот этой вот шерстяной пыли, которая летит в глаза, в нос. Когда вы бреете ковер, то вы просто все покрываетесь этой пылью, и потом нужно мыться. Выбирайте место для тафтинга, максимально отстраненное от квартиры, чтобы пыль и нитки не были по всей квартире. У меня это балкон, и там, конечно, есть соседи, поэтому и тишина для меня тоже очень важна. Я не могу утвердать, что все пистолеты на Алике именно такие. Я думаю, что моя проблема была в том, что я выбрала самый дешевый, купила его за 10 тысяч, несмотря на то, что средняя цена на них там около 14. И надо было, наверное, купить за 14. Но если это ваш первый пистолет, пожалуйста, постарайтесь либо купить его с рук и приехать, попробовать, попросить, показать, как он работает. Потому что если человек покупает его с рук, там даже за ненадобностью, у него должно быть полотно, и он должен вам его продемонстрировать. И сравните вот эти вещи, про которые я вам рассказываю. Второе отличие – это у этого пистолета, у китайского, постоянно был недовод этой иглы. Вот здесь место, куда вот в эту дырочку вы вставляете нить, и постоянно она убиралась вот сюда в процессе работы. И выскакивали ножнички. Сюда воткнуть, когда оно в таком положении, просто невозможно. Постоянно приходилось докручивать вот это колесо. Я всегда думала, что так оно и должно быть. Но у американского сделано так, что он доводит его сам. Когда бы я не остановилась, всегда вот эта игла с дыркой, она оказывается за вот этим фиксатором. Она никогда не уходит сюда, и ножницы никогда здесь не появляются. Я прискорбив, сообщаю, что после двух ковров ножницы здесь у китайского пистолета затупились окончательно, и он стал не разрезным пистолетом, а петельным. Может быть, если вы поизучали немножко про тактинговые пистолеты, вы понимаете разницу. То есть это когда пистолет втыкает нить, делает там петлю и просто делает следующую петлю. Вот это петельный пистолет. И коврик получается, его даже не побрить, потому что, ну он прикольный, кстати, получается. Вот когда вы ковровой иголкой работаете, по-моему, такой же эффект. То есть просто ковер из петелек. Это круто, продают даже такие пистолеты. И это происходит сейчас потому, что ножницы затупились. В этом нет ничего страшного, они точатся, можно найти какой-то салон заточки и объяснить, что вам нужно. То есть вот здесь, вот они, ножницы вот эти, они отделяются, откручиваются. И всё здесь должно, ну прям классно разрезать нитку. К американскому пистолету шли дополнительные ножницы, дополнительные тут какие-то детали, винтики, шпунтики. Я даже ещё не разбиралась в этом. Но главное, что есть ножницы, которые также продаются на Алиэкспрессе. И которые можно, в принципе, заказать и менять периодически. Когда-либо очень сильно уже затупились и невозможно их подточить. Ворсовый пистолет. Это вот пистолет, который делает петлю, разрезает её и возвращается обратно. Снова делает петлю, разрезает, возвращается обратно. Такой пистолет, вот такой ковёр потом классно побрить. Это просто разница. Это вы сами выбираете. Вообще суперкруто комбинированные ковры, например, которые и с ворсом, и с петлёй. Мне кажется, такие ковры, конечно, больше интерьерные для того, чтобы вешать их на стены. И это будет, блин, классно выглядеть. Я не буду продавать свой китайский сломанный, бедный, несчастный пистолет. Хотя я выложила его вчера на Авито и сразу же девушкам написала. Потом, когда мы разговаривали с ней по телефону, она говорит, а вы не ведёте блог? Я говорю, да, я веду блог. И когда я попробовала перед отправкой, она уже оплатила доставку на Авито. И я попробовала перед отправкой этот пистолет, я поняла, что ножницы затупились. То есть авокадо, последний мой коврик, я сделала на нём, и всё было нормально. И всё, ножницы уже затупились. И я не стала, конечно же, отправлять этот пистолет. Хотя на нём можно работать. И, скорее всего, я его оставлю себе. У меня вообще есть безумная идея снять оттуда ножницы и превратить его в петельный пистолет. Тогда не будет никаких проблем с разрезанием. И просто это будет вариант, что можно сделать какой-то совсем другой ковёр. Несмотря на то, что пистолеты разные, и для меня очевидна разница в том, что китайский хуже, чем американский, я вам скажу, что за всеми этими пистолетами важна уборка, уход, любовь к ним. Потому что такая машина, она долго не протянет, если за ней не следить. Я сделала на американском сейчас один ковёр. Он великолепно получился. Я в восторге. Это вот правда было прям... Каждый маленький эпизодик этой бабочки я могла уменьшать скорость и вырисовывать какие-то эпизоды. И мне было прям приятно и в кайф это делать. Несмотря на то, что когда я делала всё китайское, у меня всё получилось. Но мне столько это страданий доставляло. У меня постоянно рвалась канва. Я не знаю почему, но с американским это не происходит. Канва не рвётся. Естественно, остаётся отверстие от иглы, которая входит. Но оно абсолютно потом, когда с краёв вы проходите стежками, оно абсолютно закрывается и нету этого рванья. Потому что мне приходилось зашивать эти дырки и всё равно по ним уже второй раз не пройтись. А когда выскакивает нить и приходится в эту дырку же вставлять, просто ткань в клочья разрывалась. И дело не в ткани, потому что с американским проблем не было. Есть важные вещи, которые важно делать с любым пистолетом, чтобы он прослужил вам долго. И я сейчас это покажу. Этот пистолет у меня сразу после того, как я сделала ковёр. И посмотрите, сколько здесь пряжи, сколько здесь пуха, который просто забивается во все эти механизмы. Важно брать кисточку. Это может быть любая кисточка. Она такая чёрная, потому что всё здесь в пистолете промаслено. И важно доставать всю эту пряжу, весь этот пух. Потому что в ином случае всё может забиться. После того, как вы достаёте, смажьте маслом. У меня в комплекте к машинке для бритья шло вот такое масло. Я им буду пользоваться. Я потом почищу его и налью. Не буду сейчас при вас наливать. В каждые вот эти вот моменты, где трётся, туда и смазываем. Важно, кстати, заметить, что у этого американского пистолета очень удобное здесь отверстие. И сюда не надо маленькую проволоку использовать, куда просовывать эту нитку. Это очень облегчает, когда нитка выдирается. Я сейчас не буду делать всю эту конструкцию. Я просто покажу вам, как работает американский. Начнём со сладенького. У меня здесь уже готовая бабочка. Она уже полупоклеена, сзади проклеен. Я просто вам здесь с краешки покажу, что получится для сравнения. Смотрите, какая ровная строчка. Эта дырка, она нормальная. Когда вот здесь рядом идёт строчка, всё здесь закрывается. Сейчас посмотрим, что будет с китайским. И просто вы гляньте, как это ровненько всё здесь получается. Вот такое прекрасное облачко синее. Так, и теперь попробуем то же самое с той же пряжей на китайской машине. Берём эту адскую машину, которая превратилась в петельную, потому что все ножнички здесь затупились. Ну и звук, я надеюсь, вы слышите вот эту разницу очень громкого звука. Постоянно нужно подкрутить вот эту историю, чтобы воткнуть туда нить. Обязательно выключаем, потому что, мне кажется, может разрубить вообще руки. А можешь ещё раз нажать? Нажать? Нажать, чтобы работало. Как будто стреляешь с балкона по бомжам. Я в этом и говорю с соседями, мне кажется, у нас тут бабушка живёт. Мне кажется, она вообще не понимает, может обстрел начался. Ну сюда вот хрен воткнёшь. Ну анреал. Во, слава богу. То же самое делаем, ниточка висит. Кстати, ничего, ровненько прошлось. Ну-ка. Чё, нормально работает? Чё тут? Ну вот, да. И, кстати, он разрезал в этот раз нить. Посмотри на меня. Классно получилось в этот раз. Не буду даже не перезаписывать, чтобы не унижать эту машину. Но на пряже, которая с добавлением акрилом, нить он уже не разрезает. Ничего здесь прошло. Но в прошлый раз всё здесь вот так вот рвалось. И образовывалась петля. Вот. Вот от него вот эти вот вещи. Я поначалу начинала на нём работать. Видите, какие большие дырки. Вот. В общем, надеюсь, что видео было полезно. Подписывайтесь, ставьте лайк. Ставьте колокольчик, чтобы уведомления вам приходили. И ищите меня в инстаграме. Я там тоже показываю тавтинг. Пока. Иначе приду я и заставлю вас поставить этот лайк. Скорее всего, это всё равно будет вырезано. Субтитры сделал DimaTorzok